красивая спасибо интересно а где же тогда другие люди почему они ротировались где код но дома вот смотрите у вас же есть ну наверняка там у кого мужья у кого молодые люди но мы и так часто вместе один раз мандезер не появляется в сторона пишу что мы расстались на дорогу смотри а я куда смотрю губы ужас женщина девушка если вам не нравятся мои губы можете покинуть чат выйти из моего прямого эфира кто вам сказал что ваше мнение по поводу моих губ вообще кому то интересно но мне точно не интересно потом вы пишете фу да ты злая я не злая просто какого черта высказывать свое мнение которого у вас не спрашивали вот когда я спрошу как вам мои губы тогда вы ответите а так сидите и молчите я просто ненавижу бестактных людей вот прям ненавижу я считаю что людям таким в детстве родители не додали воспитания время у нас 8 часов еду к маме забирать котлеты потому что мама готовит очень вкусные котлеты я готовить не люблю в основном и заказываем еду вот а маме все равно скучно и наградовать им что-нибудь приготовлю всегда я говорю не надо ничего готовить в то ли утром ну я утром позвонила она не говорит у меня сахар упал два и три ну кто понимает это ну по-русски это пиздец люди впадают в кому и не приходят в себя с таким сахаром это очень низкий сахар сейчас ребят вообще я не понимаете развилки вот и конечно она еле-еле себе его подняла и потом говорит давай я приготовлю вам что-нибудь я говорю мам ты чего сможешь а у тебя такой был низкий сахар зачем вообще готовить не надо лежи но она уже не может она говорит нет ну что я буду лежать я пару часов посплю потом мне будет скучно мама живет от нас на машине 10 минут езды мы специально искали квартиру чтобы жить рядом с ней 2 3 это жесть да это не каждый после такого низкого сахара в себя приходит вот она говорит у меня же голова вообще не соображала я единственный раз увидела этот приступ она при мне впала в кому это был но это страшно это был я не хочу ругаться матом но понимаете какое слово я хочу сказать и просто чудом я была дома я еще была участницей на доме 2 и меня я я уже стажировалась как ведущая но была еще участницей и меня отпустили в эту ночь домой а я от поляне от поляну часа полтора наверное езды жила и представляете сейчас перестроюсь представляете ночью мы легли спать она в одной комнате я в другой все было хорошо и под утро я просто вот как почувствовала просто просыпаюсь она зовет кричать не может у нее же сил нет юля юля вот так потихонечку как я проснулась но это просто бог помог она сидит на кухне у него так но не завидел ли кто-то из вас что такое состояние ком у него так начинает просто бегать ну ну я не покажу просто бегать глаза с такой бешеной скоростью я задаю вопросы она не соображает она не навигатор говоришь даже не знаю что сказать по этому поводу глаза бегают она не соображает есть сейчас я отключу навигатор потому что она со мной общается и меня отвлекает вот я говорю что и мне сделать мне что сделать скажешь ну что мне тебе дать потому что я первый раз это вижу она не но она на меня вот так смотрит глаза бегают и не понимает у меня конечно же начинается истерика как у любого человека потому что я столкнулась с этим первый раз я начинаю орать кричать от бессилия от беспомощности потому что я не знаю как помочь ну самому главному человеку в моей жизни я говорю тебе хлеб дать что дать что-то я ну и хлеб давала потому что я помню что на себе так поднимала сахар колу сладкую давала и представляете и вот так вот я подхожу к ней но у меня как бы мама сейчас похудела но все равно я то тогда была вообще худой для меня ее вес ну как бы ощутимый вес и я вот так вот к ней подхожу она встала к холодильнику и она со всего веса падает на меня я вместе с ней падаю и все у нее просто глаза вот так закатываются она синеет ой блять это такой был пиздец я выбегаю это было пять утра я выбегаю на лестничную клетку и начинаю просто орать помогите пожалуйста помогите пришли соседи снизу с которыми у нас были не очень хорошие отношения потому что я даже на соседа на этого заявления писала потому что он слушал музыку в пять утра в восемь утра и как-то один раз ружье на меня направила я писала заявление вот они пришли на помощь верхние соседи пришли на помощь мы вызвали естественно скорую скоро достаточно быстро приехала сделала ей глюкозу в общем слава богу мама пришла в себя но когда она пришла в себя вообще не понимала она говорит а где я нахожусь дома я в краснодаре в москве дома ну то есть человек не понимает там как-то видно ну мозг как-то ну я не знаю я не буду говорить все я не врач ну в общем это ужасно ребята у нее тогда был сахар 3 но увидите вот я приехала на поляну потому что шеф-редактор александр острогуев хотел чтобы я еще была какое-то время и как участница и как ведущая потому что был какой-то какой-то конкурс я не помню какой но я приехала и сказала все я буду уходить потому что так дальше невозможно я после вот этого вот увиденного очень долго просто я закрывала глаза и вот в моей голове вот эти вот картинки эти мамины бегающие глаза то как она падает но это страшно я не хочу вообще такое больше переживать и самое главное что никак не про контроль не проконтролируешь это то есть она засыпает с нормальным сахаром а под утро вот такое вот случается ну видно может быть печень как-то плохо работает не знаю в общем вот вот такую вот историю я рассказала и к сожалению этот диабет он может прийти в любом возрасте у меня мама наверное лет двадцать им болеет после сильного стресса мы не знали что у нее сахарный диабет она и так любит сладкое тут она ела вообще просто бешено все сладко а ей кажется вообще нельзя было и случайно узнали что у нее сахарный диабет а сахарный диабет уже в такой форме что только на инсулине она как бы колет себе уколы ставим ставим да ребята но на инсульт она сразу на инсулине то есть ей сколько я ну какой-то продленный же есть какой-то короткий ну те у кого эта болезнь они знают о чем я говорю они понимают вот какая вы красотка спасибо большое история с рынком не закончилась еще ребят нам только с прокуратуры прислали уведомление что они это дело рассматривают мне нравилось когда ты вела эфиры сидя на кухне под кальянчик и колу да было дело когда мы все сидели на карантине да у нас были вот такие вечера вечериночки кальянчик никола сливочный лимонад помните я тогда в тот период его просто бутылками выпивала сейчас кстати его не пью выздоровление мамочки и вам всем здоровья вам действительно всем здоровья и моей маму ли спасибо вам большое а вот и код присоединился а то есть где код где код вот я его увидела но к сожалению сахарный диабет это коварная такая болячка который вылечить невозможно понимаете вот она периодически лежит в больнице и периодически вносит корректировки именно в инсулин но сколько единиц колоть моего отчима тоже диабетная инсулине ему ампутировали ногу боже вот это тоже страшно что у них очень плохая заживляемость организм не может не ну то есть для нас порезаться не так страшно а для диабетика порезаться любая ранка любой порез это ну короче очень херово панические атаки они не были они у меня и и сейчас есть они никуда не делись курган вам тоже большой привет и я вас люблю спасибо я так жду твоего розыгрыша ну вот смотрите сегодня разыграют или разыграли уже не знаю набор по уходу за волосами послезавтра я напишу пост и разыграют деньги под постом позже я скажу что мы будем разыгрывать завтра ну то есть я все анонсирую многие спрашивают если один раз человек допустим уже выиграл может ли он участвовать конечно вы можете участвовать во всех лайк таймах у нас такое часто бывало и в моем конкурсе и в конкурсе мандезира когда выигрывает семья мы приходим на почту заполняем вот эти уведомления до почтовые и понимаем что выиграла семья представляете прикольно муж что-то выиграла жена что-то выиграла или один человек выиграл в лайк таймах и выиграл в основном конкурсе такое тоже бывает и очень часто я иногда включаю эфир дома за 2016-2017 год смотрю тебя как-то пиздюлей раздавала а я если я сейчас уже не смотрю на это же было время когда я могла посмотреть ну так чтобы поржать над собой как будто вообще другой человек вот как будто бы не я я думаю неужели мне так у куха летела а видно летела кто за рулем я за рулем на светофоре стою видите девочка мы всей семьей восхищались тобой смотрю дом 2 боже мой котята спасибо вам огромное семье привет семью целуйте мне конечно это очень лестно слышать о привет юленция а привет мая натуренция как дела я тебя целоваю постоянно мой вопрос попадаешь сегодня ну вот так бывает строила там из себя вы знаете у меня все с самооценкой офигенно никогда не страдала комплексами поэтому мне из себя кого-то строить нет смысла я знаю кто я что я знаю все свои минусы все свои плюсы поэтому строить из себя нужно тем у кого самооценка с детства занижено а у меня все прекрасно поэтому я не хочу казаться я хочу жить и я живу могу себе позволить как выиграть в лайк таймах каждый день на конкурс на моей странице светлана организатор вывешивает правила вот поэтому вы просто читайте их и выполняете для основного розыгрыша достаточно только подписаться на всех моих друзей больше ничего не надо еду я к маме я кстати уже подъезжаю к ней юля вы мега крутые спасибо где мандезир мандезир дома я учусь не пойму что кот зашел в прямой эфир ничего не пишет что за беспредел комплексы до пластики у меня не было никогда комплексов просто я всегда хотела увеличить грудь и не знала что я это сделаю в любом случае рано или поздно мне и с моими маленькими титечками хорошо жилось мы с ними дружили но я просто хотела увеличить грудь по поводу зубов я не комплексовала по поводу того что они у меня кривые просто я понимала что с ровными зубами мне будет лучше только и всего нет елку мы не поставили завтра приедет клининговая компания вот уберет у нас и в воскресенье мы планируем ставить елку какой размер был до пластики слушайте ну наверное первый был но просто я была именно до увеличения очень худая ну прям некрасиво болезненно худая мой вес всегда был 42 44 килограмма максимум при росте 164 это отвратительно некрасиво так как импланты сами по себе килограмма два то весят потом когда увеличили грудь ну где-то 46 может быть я весила 45 ну 45 вот на доме 2 я весила 45 я куда-то нажала он мне пишет поделиться с вами какими-то фото ой сейчас будет плохая связь потому что на районе у маман совершенно ничего не ловит вот смотрите вот какая-то долбоебина пишет отписка пошла на я вам скажу так вот туда куда вы мне послали ходить вообще не зазорно а если бы вы туда ходили вы бы не были бы такой злой как бешеная собака вам видно прививки от бешенства не делали так вот сходите в больницу обратитесь скажите я бешеная собака у меня бешенство вкалите мне какой-нибудь уколчик может быть подобреете или мужика вам хорошего тоже поможет поверните налево так ну что я на финишной прямой через 200 метров поверните направо а затем развернитесь не обращай внимания на таких людей я вот вчера в прямом эфире говорила я отношусь к ним как к ущербным то есть ну я их жалею поэтому я абсолютно с благими намерениями дала девушке рекомендацию действительно ну это помогает понимаете когда рядом с тобой хороший мужик ты перестаешь быть такой озлобленный на весь мир он тебя в нужное русло направляет и если девушка считает послав меня на три буквы что я как-то обижусь нет я вообще ни в коем случае не обижаюсь потому что это нормальная практика когда мы женщины ходим туда куда меня только что послали но она в силу скудного своего мозга не понимает этих вещей вот все а может быть ей бы тоже хотелось туда пойти но не зовут это конечно да уже трагедия а я уже доехала ребят я вот сейчас позвоню маме узнаю что нужно ей купить в магазине потому что ей всегда что-то нужно пожалуйста помогите найти ферби коннект это кто это что да у меня виниры я наверное не понимаю на чем речь идет Юлечка я хочу чтобы моя дочь была похожа на вас нет нет на меня не надо чтобы ваша дочь была похожа потому что у меня отвратительнейший характер более того я даже не хочу чтобы наша дочь когда она у нас будет взяла мой характер но во мне безусловно как в любом человеке есть плюсы но есть и минусы допустим я уперта это хорошо я иду к своим целям я их достигаю но я понимаю что если мой ребенок будет такой же упертый тут две стороны медали это будет и хорошо с другой стороны мне с ней будет очень сложно я обидчивая я могу обижаться неделю вообще не разговаривать и это тоже плохая черта я злопамятная мне с этим тоже живется очень сложно я ранимая хоть многие не видят этого потому что я стараюсь не показывать но я тоже от этого страдаю особенно когда меня незаслуженно обижают близкие люди у меня была на днях ситуация когда я обратилась к бывшей участнице за помощью причем я этой бывшей участнице неоднократно помогала и думала что вроде как мы с ней в нормальных отношениях вот она мне сказала блин не могу у меня реклама на три недели вперед расписана вот каждый день по две рекламы я такая думаю интересно девки пляшут когда тебе была моя помощь нужна и не один раз я ни разу не позволила себе сказать что у меня реклама я тебе помогала это говорит о том что деньги портят людей к сожалению я бы нашла возможность помочь человеку тем более если бы этот человек для меня неоднократно делал какие-то добрые дела вот поэтому я сказала да ну хорошо хорошо вот так у меня слезы полились монзир говорит ты чего больная ты из-за чего из-за кого плачешь я говорю я не из-за этого человека плачу конкретно я плачу из-за ситуации что когда была нужна от меня помощь мне писали не стеснялись а когда попросила я впервые за столько лет нашли возможность и придумали отмазки для меня это реальная отмазка реклама но у нас у всех есть реклама и вы все прекрасно это знаете да наши подписчики но когда есть желание помочь мы всегда находим возможность когда нет желания помочь можно найти тысячу причин почему ты не можешь это сделать вот и все я не буду говорить о ком речь главное что я я написала этому человеку что окей каждый останется при своем мнении потому что мы не пытались еще и доказать что я не права не что этот человек не прав а что я не права ну это остается на совести этого человека а мне мандезир говорит что ты сама дура я стараюсь помогать всем делиться контактами делиться там ну всем советами которых у меня не просят ну как-то хочется мне знаете не все такие я не я сейчас не говорю что я такая правильная молодец нет я просто рассказываю и вот я писала пост как раз таки по этому поводу что я просто считаю что есть люди должны друг другу помогать и если я помогаю я считаю что в принципе я могу попросить помощи взамен в этом ничего такого нет вот какой-то нехороший человек гандон одним словом пишет что смотрите сейчас вам скажу что я шмара алекс хохлов 2017 ой ну придется с вами попрощаться алекс хохлов прямой эфир меня оскорбляют ну вот кто ему дал право мама ему не додала любви что он так ненавидит женщин мама не додала ему тепла что он считает что он чужой женщине может написать что она шмара незнакомой не знаю я не понимаю также я не понимаю когда мужики раньше я общественным транспортом пользовалась ездила сидят бляха муха здоровые лбы и ни один не поднимет свою жопу чтобы уступить женщине место либо ты заходишь в дверь и вот он идет понимаете вот это плечи свои растопырил крылья как у орла и хрен из два тебя пропустят не знаю я считаю что это это ужасно если у меня будет сын то я буду с детства учить его уважать женщин всех женщин не только своих не только маму бабушку там и сестер нет всех женщин помогать потому что это же не сложно когда допустим ты видишь то что женщина не может залезть в трамвай с сумками помочь ей их поднять ну какие то такие элементарные вещи но к сожалению очень сейчас мало таких мужчин и это я считаю недоработка родителей потому что родители изначально закладывают как нужно себя вести мы были на садоводе когда елку покупали по моему да и впереди ушла женщина и подскользнулась и упала стояли куча мужиков ее поднимала ее подруга я говорю помоги помоги естественно помог ну а другие мужики просто стояли вот какого хера вы стоите упала блин женщина вы не можете поднять ее нет каждый думает о своей жопе бывали конечно и другие и моей маме она говорит вот мне там соседи могут и мусор мой выкинуть ну именно там семья живет мы дружим с ними вот бывают и такие но это редкость поэтому девочки у кого есть сыновья воспитывайте их с детства что женщинам нужно помогать не только своим но и чужим это очень важно да я вам благодарна очень за такой прямой эфир а я вам благодарна за ваши вопросы за вашу поддержку за то что вы у меня в прямом эфире сидите вот вечером в пятницу и тратите свое время да столько таких мужчин что не помогают им все равно есть же такие мужчины которые я вот говорю нужно всем женщинам помогать а есть такие мужчины которые своим женщинам не помогают и наверняка вы сколько раз видели идет мужчина со своей женой а она прет сумки а он себе идет на звезды смотрит я такого вообще не понимаю не представляю чтобы я шла мне мандерство говорит оставь пакеты в машине ну там если я одна приехала он знает что я была в магазине оставь пакеты в машине не тащи пакеты что ты их берешь сам может идти вот так с ног до головы тащить пакеты но мне не дает их нести ну так и должно быть это правильно потому что это мужчина сколько в отношениях с мандезиром ой ну полтора уже чуть больше даже года если яйца между ног это еще не значит что он мужчина ой яйца между ног это вообще не показатель у большинства мужиков там перепелиные девочки понимаете именно перепелиные малюсенькие яйки поэтому наличие полового органа в штанах и и и чак вообще еще не говорит о том что перед вами стоит мужик приостанавливается и приостанавливается но здесь просто плохо ловит вот поэтому может меня вообще выкинуть там сзади дом мапочки моей можно вас спросить я приехал из турции не успел вовремя сдать анализ так переживаю я вам скажу честно мы когда прилетели из турции мы сдали анализ на следующий день потому что писали если вы не сдадите нужно зарегистрироваться на госуслугах там какие-то сумасшедшие штрафы нам сразу выдали что у нас все хорошо мандезир даже не смог загрузить на госуслуги вот потому что там постоянно какую-то ошибку выбивала я загрузила но ничего ну то есть ему штрафы не пришли я сейчас вам не говорю делать так же потому что я не знаю как но мне кажется что это никем не отслеживается к сожалению губы красивые видите вам мои губы нравятся а многим нет но мне тоже нравится и маме нравится и коту нравится а это самое главное мандезир очень красиво сделал тебе предложение на сейшелах я даже плакала отчасти так 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 но мандезир сделал предложение мне не на сейшелах а на концерте оли пузовой но это было правда красиво и самое главное неожиданно вот бы еще бесплатно сдавать анализы на корону да это сто процентов но наше государство вообще не думает о своих людях понимаете им плевать совершенно точно человек должен где-то найти деньги а это не сто рублей стоит уж извините сдать этот анализ вот и никаких не льгот никаких скидок я уже не говорю о том что предоставлять бесплатно эти тесты на лекарства на лечение на все цены повышают я как зайду в аптеку у меня ну из того что маме постоянно то 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 надо я просто не ну я не понимаю как реально вот жить старикам потому что им и от давления нужно и от того нужно и от всего нужно я вот не раз говорил что моя мама пенсия 7000 рублей как человек может жить на эту пенсию если ее полоски стоят две тысячи упаковка этих полосок не хватает на месяц но это же невозможно ну вот так мы еще не знаем как будем отмечать новый год потому что мы тот новый год офигенно отметили а из-за того что сейчас работает все до 11 не знаю как после ухода на бобеда звали прийти когда розыгрыш розыгрыш каждый день каждый день так ладно мы хорошо с вами сидим на меня ждет мама вот так же ждет код чтобы потом я приехала домой 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 поэтому я вас целую и на этом я с вами про пока